так значит как правильно себя вести при сдаче экзаменов в автоционе значит первую очередь когда мы садимся за руль автомобиля надо пристегнуться ремень безопасности пристегнуть ремень дальше надо отрегулировать сиденье чтобы было не слишком далеко и не слишком близко чтобы ноги вам не мешали на достаточном расстоянии чтобы ноги могли спокойно доставать до педали газа и тормоза отрегулируем левое и правое боковые зеркала правое боковое зеркало можно чуть-чуть опустить вниз чтобы мы могли спокойно заметить бордюры отрегулируется это все джойстиком который находится на панели двери после этого обязательно надо посмотреть где находится кнопка включения аварийной световой сигнализации слева у нас находится поворотники внизу педаль газ и педаль тормоза которым мы нажимаем правой ногой левая нога у нас обязательно стоять на подножке смотрим рычаг переключения передач как она включается по эта парковка r движение задним ходом n нейтралка и да это драйв все сидим ждем команды как дали команду автомашина номер такой то вы можете начинать движение в первую очередь включаем левые поворотники включаем до драйв и начинаем движение приезжаем линию старта со включенными левыми поворотниками и как только приезжаем линию старта обязательно надо выключить левый поворотник иначе будет пять штрафных баллов подъезжаем к пешеходному переходу и надо остановить на расстоянии метр-метр-полтора и считаем до шести раз два три четыре пять шесть теперь дальше останавливаемся перед знаком стоп на подъеме то же самое расстояние метр-метр-полтора считаем 6 секунд убираем ногу с тормоза давим на педаль газа поднимаемся и дальше опускаем ногу с газа дальше опять притормаживаем это упражнение называется аварийно световая сигнализация когда на панели приборов загорается вот этот фонарь красным цветом течение двух секунд надо немедленно остановить автомобиль и включить аварийно световую сигнализацию если вы остановите автомобиль более двух секунд будет штраф поэтому надо в течение двух секунд резко остановить автомобиль и включить аварийно дальше мы выключаем аварийно и продолжаем движение это упражнение называется опасный поворот под углом 90 градусов значит при въезде на это упражнение надо аккуратно держаться ближе к правому краю перед тем как повернуть налево и ближе к левому краю перед тем как повернуть направо не торопимся желательно это упражнение выполнять с остановками чтобы не наехать на детекторные линии то есть черные шланги которые находятся по бокам дальше после проезда поворачиваем направо и едем к светофору желательно издалека контролировать светофор и подъехать на красный сигнал светофора чтобы наверняка четко выполнить это упражнение ждем пока загорится зеленый и проезжаем дальше если вы вдруг подъехали к светофору на зеленый останавливаться нельзя ждать красный надо проехать на зеленый без остановки иначе будет штраф после это упражнение на этом перекрестке едем прямо до конца и поворачиваем направо заезжаем на первую змейку это для легковых и аккуратно приезжаем эту змейку вторая змейка для грузовых она более широкая после проезда змейки поворачиваем направо по знаку везде кстати стоят знаки предписывающие которые указывают куда правильно надо повернуть куда надо ехать обязательно соблюдаем эти дорожные знаки выезжаем со змейки едем к светофору и опять же надо отрегулировать чтобы подъехать на красный ну вот если подъехали на зеленый еще раз повторяю останавливаться нельзя надо проскочить дальше начинается упражнение которое называется разворот парковка 1 парковка это для грузовых туда мы не заезжаем вторая парковка для легковых но в данный момент она сейчас там не работает и объезжаем и заезжаем вот в третью парковку то есть после поворота сразу поворачиваем направо и заезжаем вот в третью парковку для легковых автомобилей при везде на эту парковку обязательно держаться ближе к левому краю но аккуратно чтобы не наехать на датчике который находится слева стороны вот подъезжаем и остановим автомобиль на уровне чтобы бордюр крайне был на уровне задней двери останавливаемся поворачиваем направо ставим автомобиль наискосок дальше останавливаемся включаем аварийку руль крутим сразу до конца налево включаем r движение задним ходом и въезжаем вот в этот кармашек если видите что автомобиль правый колеса наезжает на линии можно остановить автомобиль дать руль сразу выкрутить направо дать ещё вперед и тогда автомобиль заедет лучше заезжаем до тех пор пока не скажет зачтено как сказали зачтено останавливаем автомобиль можно сдать еще чуть чуть назад и при выезде лучше взять ближе чуть чуть левее потом сразу руль крутим направо чтобы выехать с этой парковке после выезда с парковки поворачиваем направо и едем до перекрестка на этом перекрестке поворачиваем направо здесь в виде ставят знаки вот движение направо вот и едем к светофору опять желательно подъехать на красный на этом перекрестке мы включаем левый поворотник и поворачиваем налево по знаку движение только налево поворачиваем налево на свою полосу и едем в прямом направлении до следующего поворота здесь по знаку мы видим что опять же движение здесь разрешено только налево поворачиваем налево и едем к железнодорожному переезду железнодорожный переезд это точно такое упражнение как и пешеходный переход останавливаемся перед вступление на расстоянии метр метр полтора и считаем до 6 1 2 3 4 5 6 и едем дальше следующее упражнение будет полоса разгона как только мы приезжаем знак 40 мы должны разогнаться выше 20 но не обязательно до 40 просто выше 20 хватает например двадцати трех километров в час проехали знак 40 все газ газуем разгоняемся выше 20 и к знаку 20 наоборот снижаем скорость и мы должны проехать со скоростью меньше 20 то есть 10 15 километров в час дальше едем до конца знак показывает движение налево поворачиваем налево и едем к упражнению который называется параллельная парковка значит доезжаем до параллельной парковки поворачиваем налево и сразу берем крайнюю правую полосу здесь будет три площадки можно заехать на любую но нам удобнее заехать на среднюю посередине опять же проезжаем так чтобы наши задняя дверь была на уровне бордюра останавливаемся включаем аварийку сразу крутим руль до конца направо включаем r заднюю скорость и начинаем движение сдаем назад до тех пор пока левым зеркалом не поймаем дальний угол после этого останавливаемся руль крутим до конца налево и заезжаем в этот кармашек до тех пор пока машина не станет параллельно тротуару это называется параллельная парковка как машина стала параллельно остановились руль выпрямли и ждем если компьютер скажет зачтено отлично значит мы это упражнение выполнили если зачтено не сказали тогда считаем до 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 выключаем аварийку и выезжаем с этой парковки и едем к светофору здесь на светофоре всегда горит зеленая поэтому обязательно включаем правый поворотник на перекрестке поворачиваем направо и едем к финишу финиш надо проехать со включенным правым поворотником это обязательно даже если будете поворачивать направо включаем правый поворотники проезжаем линию финиша и останавливаемся и компьютер вам говорит сдали вы или не сдали вот планшет который отчитывает штрафные баллы значит слева находится графа из таблицы где будет название ваше упражнение наверху баллы штрафные и наверху время где вы можете посмотреть сколько вы уже штрафных баллов набрали сколько прошло времени поздравляем вы сдали